Важнейшие события уходящей недели в прямом эфире на репортере. Меня зовут Григорий Блайда. Это итоги недели и в начале о главных темах выпуска. Долги украинцев по оплате за тепло и горячую воду растут, причем выросли почти на 30 процентов. Цель одна. Под видом субсидий побольше разворовать бюджетных денег, потому что эти схемы, я повторяю, они криминальные, они закрытые и никто не знает, по крайней мере на сегодняшний день, мне неизвестно, как эти деньги бюджетные используются действительно на покрытие задолженности пожилищно-коммунальных услуг. Обесточенный юг. Два десятка населенных пунктов в Одесском Придунавье ждут, когда в их домах появится свет. Также в регионе проблемы с телефонной связью и теплом. Снова в школу. Каникулы длиной в месяц завершаются в ближайший понедельник. Показания и рекомендации продлевать каникулы врачи нам не дают. ООН фиксирует демографическую катастрофу в Украине. За год страна лишилась более 180 тысяч своих граждан. Влады и одесситы требуют от правительства увеличить выплаты по рождению ребенка. Размер пособия должен был расти пропорционально с увеличением размера простых. Но этого не происходит. И начнем с проблематики в самом населенном районе Одессы на поселке Котовского. Уже более суток наблюдается проблема с теплом. В ночь с четверга на пятницу на Котельной Северная-2 произошло аварийное отключение электроснабжения. После включения произошел гидроудар, в результате чего образовалось повреждение участка теплосети на выходе из Котельной Северная-2 и одно повреждение на магистрали. Без тепла осталась часть Суворовского района от улицы Заболотного до Паустовского. Вечером в пятницу Котельную снова запустили, однако тепло появилось еще далеко не во всех домах. Связано это с тем, что в некоторых многоэтажках давление разорвало трубы. Рабочие на некоторых объектах до сих пор ликвидируют последствия этого ЧП. При этом средняя температура воздуха в Одессе в эти дни минус 6 градусов. И пошла вторая неделя жизни без электроэнергии для двух десятков населенных пунктов Одесского Придунавья. 18 января снег сильным ветром повалил на землю. Несколько электроопор разного напряжения покрылись льдом и вышли из строя десятки линий электропередач. На подмогу одесским энергетикам приехали ремонтные бригады из других областей Украины, в Вилково, где ситуация остается нестабильной. До сих пор жизнедеятельность города поддерживается за счет мощных электрогенераторов. Мой коллега Виталий Хемий провел один день в обесточенном мире. Татарбунарский район на 10-киловольтной линии Баштановка-Спаская. Непогода повалила порядка 70 опор. Ремонтные бригады устанавливают новые столбы. Их будет 80. Когда опоры доведут до трансформаторной подстанции, энергетики займутся прокладкой кабеля. А это значит, что дня 3-4 жителям Татарбунарского района еще придется подождать. Ликвидируют последствия стихии не только специалисты из других областей, но и волонтеры. Помогают кто чем может. В основном нужен габаритный транспорт, чтобы доставлять новые столбы и кабель через поля сквозь снежные сугробы. Дружно собрались, самоорганизовались. Плюс подключились РЭС. Бригады РЭСа работают. Я думаю, что за пару дней село подключим. Порядка 30 опор лежат по 10 киловольт. Вот они. Все, материал доставили. Все под сохранностью. Все работает. Что помогает вам? Я знаю, что из других районов приехали. Действительно приехали из областей. У нас бригада находится на расквартировании, будем так говорить. Кормим. Ночлег предоставляем. С Балского района бригада. Семь человек. Мы просто трудом добровольцы. Ну, человек, если что, технику свою. Я чисто трудом помогаю. В селе еще можно выжить. У кого электростанции, у кого печка, дрова, уголь. Так и выживаем. Семьи, дети. А вот в Вилково упавших столбов не увидишь. Однако не в пользу города в данном случае его географическое расположение. Току на центральную трансформаторную подстанцию просто неоткуда было поступать. Подводящие сети извне не все восстановлены. По этому поводу, чтобы 100% подать мощность, надо восстановить те линии, которые подходят к большой подстанции, которая находится в Приморском, если въезжаете с правой стороны. А она уже передаточная дает нам. Чтобы не замерзли больницы, школы и детские сады, чтобы не нарушалась работа водозабора и канализационной системы, в город прибыли мощнейшие электрогенераторы. Их работу координировали сотрудники госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Нас надіслали сюди на допомогу населенню для кратковременного подачи світла, водонасосной станции, обогреву садков и шкельных помещений. С-68 предназначена для подачи трехфазной линии 380 кВт на подстанции объектовых помещений. Всего таких машин в аварийно-спасательном отряде три. Две из них были брошены спасать Вилково. Особо важны генераторы были для местных школ. Несмотря на каникулы, тепловой режим здесь нужно поддерживать постоянно. Мы разморозили школу, это сейчас вы представляете, что было. Батареи, все полопается. А так вовремя подогнали, пока еще было нормально. Разогнали. Все кочегары были на месте. Трое нас. Разогнали, дали температуру хорошую. Как могли, ребята нам помогали. МЧСовцы молодцы тоже. Чугунные батареи, они большой мороз. Если бы допустили, что это. Все, они бы начали лопаться. И потом, когда оттепление, это представляете, практически все батареи старые радиаторы. Грязненькие. Было бы вообще ужас. Было бы ЧП. Эта школа бы, наверное, до лета не работала, если бы не больше. Вилково к свету подключают поэтапно. В первую очередь жителей многоэтажек. Эти дома на электроотоплении уголь и дрова в квартирах не согреют. Недалеко от вилковских трехэтажек спасатели развернули согревающую палатку с печкой, чайником и работающими розетками. В первый же день после удара снежной стихии в одном из дворов Вилково был организован мобильный пункт обогрева. Пятница, 26 января. Здесь нет столпотворения. Никому не нужно греться и заряжать телефоны. В Вилково постепенно возвращается электричество. Однако из-за перегрузки подводящих городу ЛЭП ситуацию стабильной Вилково не назовешь. К вечеру пятницы свет снова выключили. А в некоторых одноэтажных микрорайонах он даже не появлялся. Вторую неделю. Мы потихоньку выживаем. Печки дома горели. У кого горели, слава Богу. Дегенераторы работали. Только что напряжно по деньгам было. Все-таки бензин стоит не три копейки. Свечи были, слава Богу. Мы, по крайней мере, у нас были свечи. И по нормальной, по простой обычной цене завозили. Не выше, чем у кого-то. А были случаи, что выше, чем у кого-то? Нет, я не знаю. Я никуда не ходила. Люди говорили, что кто-то там чуть дороже продавал. Но у нас обычная цена была. И, слава Богу, люди не жаловались. И, по крайней мере, мы не обижали людей. Кому надо, даже бесплатно и так давали. У нас вообще тяжело жить в Вилково. Тяжело. Свет самое главное. Вот сейчас я, прежде чем уехать в Измаил, в Одессу на автобусе, я пришла пешком, потому что связи нету. И не работает, нельзя вызвать ни такси, ни позвонить на автостанцию узнать, будет ли автобус или не будет. Работы по восстановлению света в Придунавье продолжаются. Никто из официальных лиц прогнозы, когда темный период в жизни сел Южной Бессарабии закончится, давать не рискует. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Ну а пока батареи в большинстве домов, к счастью, греют. Долги украинцев за отопление растут, причем выросли почти на 30%. Такие цифры предоставляет служба статистики. Растущие задолженности эксперты объясняют прежде всего повышением тарифов. Последний скачок, напомню, произошел в ноябре 2016 года. Параллельно с ростом долгов населения повышается и спрос на получение субсидий. Прогнозы экономистов и коммунальщиков в репортаже Вероники Годятской. Ноябрьский скачок тарифов на услуги ЖКХ дает первые плоды. Задолженность за тепло и воду в Украине составляет уже чуть более 9,5 миллиардов гривен. В Одессе количество должников тоже выросло, хотя и несущественно. Динамика задолженности увеличилась от населения за наши услуги в данном случае. Связано это было с тем, что 5 мая проводился конкурс на обслуживание жилого фонда нашего района. Победила наша организация. Но в цену на обслуживание были заложены условия, которые были на тот момент сложились в стране. Это рост минимальной заработной платы, рост материалов, цен на материалы и энергоносители. В связи с этим была повышена цена на обслуживание домов и жилого фонда. Естественно, долг населения, поэтому тоже увеличился. Новые тарифы на тепло правительство обосновало обновленной минимальной зарплатой и пенсией. Тем не менее, спрос на субсидии растет. В связи еще с началом отопительного сезона, то есть повысилось требование людей в субсидиях. Многие переходят с льгот на субсидию, потому что это в отопительный сезон более считается приоритетным. Но мы справляемся. Такая динамика – почва для неутешительных прогнозов. Ведь если тарифы останутся прежними или продолжат расти, то государство вынуждено будет чаще отказывать в субсидиях. Либо выделять все больше денег из бюджета на дотации населению. К примеру, в госбюджете этого года на субсидии заложено уже на 20 миллиардов гривен больше, чем в прошлом. Не может же полстраны жить на субсидии. В этом году заложено в бюджете 71 миллиард. По сравнению с прошлым годом, который был в бюджете, вначале закладывался, увеличивает на 20 миллиардов. По словам экономиста, субсидии – изящная схема отмывания государственных средств. Цель одна – под видом субсидий побольше разворовать бюджетных денег, потому что эти схемы, я повторяю, они криминальные, они закрытые. И никто не знает, по крайней мере на сегодняшний день, мне неизвестно, как эти деньги бюджетные используются действительно на покрытие задолженности пожилищно-коммунальных услуг. И смотрите, что получается. Субсидии в абсолютных цифрах растут. Вот 71 миллиард, да? Растут. И задолженность за жилищно-коммунальные услуги растет. Ну, абсурд же, да? Задолженности отчасти формируются из-за задержки перечисления денег со стороны государства. Тенденцией стали долги на счетах ОСМД и ЖКХ за счет граждан с субсидиями. Само государство, поясняется с той точки зрения, что только недавно приняли бюджет. Сейчас начинается распределение этих средств, плюс еще у нас пенсионный фонд, как обычно, задолжал большую сумму денег. И еще решается вопрос, что же нам впервые погасить – пенсии либо субсидии. Субсидии – движение по наклонной, особенно для страны с миллиардными кредитами. По словам экспертов, вместо субсидирования эти же средства изначально можно было направить на сдерживание тарифов. Сама структура субсидий, она достаточно сложная. И изначально они понимают, зачем государство придумало эти субсидии. Если можно было изначально за ту же самую сумму денег, которую они сейчас тратят на субсидии, якобы, можно было понизить сами тарифы. Если бы была возможность выводить из тени больше бизнеса, а не наоборот сейчас, как это делается, всячески придержать средний и малый бизнес, тогда, возможно, было бы дополнительное финансирование, и можно было эти деньги пустить просто на понижение тарифов в целом. Все же субсидии остаются спасательным кругом для пенсионеров и незащищенных групп. Отменить эту поддержку – де-факто расписаться за их нищету. Поэтому экономисты призывают к поиску кардинально новых решений. Ведь значительная часть доходов от налогов трудоспособного населения уходит на субсидии. Работающих людей наказывают дважды. Человек работает, платит налоги в бюджет, и надеется, что эти налоги будут использованы для дела в нашей стране. Они идут куда? На субсидии, да? И в то же время работающий человек оплачивает по полной программе жилищно-коммунальные услуги, то есть наказывает дважды. Новым решением может быть перенаправление денег на сдерживание тарифов. Ведь количество нуждающихся в помощи растет. При этом в 2017 году объем субсидий уменьшился на 30%. Но это не связано с процедурой ее получения. В управлении соцзащиты уверяют, процедуру упростили еще в мае, и пока изменения не планируются. Процедура оформления, в принципе, наоборот, сведена сейчас к минимуму. После мая 2015 года человеку, кроме паспортных данных, зарегистрированных лиц, вообще не нужно предоставлять никаких документов. Решение, казалось бы, патовой ситуации, эксперты видят в развитии экономики. Потому что разорвать замкнутый круг можно только при условии роста благосостояния украинцев. Тогда станет меньше тех, кто нуждается в субсидиях. Вероника Годяцкая, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Скандальное дело по расследованию трагедии в лагере «Виктория» на этой неделе сделало крутой поворот. Родители двух погибших девочек требуют провести эксгумацию тел. Они усомнились в том, что похоронили именно своих детей. С подозрениями родные отправились в областную прокуратуру, чтобы там официально разрешили эксгумацию. Отец погибший в пожаре Сони Мазур убежден. Эксперты, по меньшей мере, перепутали тела. Когда нам выдавали тело, мы с женой обнаружили, что верхняя челюсть не соответствует челюсти нашей дочери, так как перед лагерем мы удаляли ей два верхних зуба, а на момент захоронения эти зубы присутствовали на верхней челюсти. Также в дальнейшем мы получили на руки результаты экспертизы судебно-медицинской, в которой эксперт описал также присутствие этих зубов на верхней челюсти. И в связи с этим мы подавали документ о том, чтобы проводить эксгумацию трупов. Кроме того, во время первого осмотра места трагедии ночью эксперты обнаружили светлые волосы, а также часть пижамы, которые во время расследования почему-то пропали. Хотя благодаря волосам можно было бы выяснить, кому принадлежит тело. Адвокат потерпевших говорит, когда тела отправляли на генетическую экспертизу, они уже были подписаны, хотя останки никто не идентифицировал. Вчера при ознакомлении уголовного дела мы обнаружили, что в материалах дела имеется постановление об откате и удовлетворении нашего ходатайства, где написано, что необходимости в эксгумации нет. При этом мы присутствовали на всех этих следственных действиях и напротив результаты этих следственных действий указывали на то, что тела детей обязательно надо эксгумировать и проводить дополнительные экспертизы ДНК и дополнительные осмотры детей, поскольку очень много данных указывает на то, что они идентифицированы неправильно. Недоумение и в глазах матери погибшей Снежаны, Арпентии и Светланы. В том, что ее дочери уже нет в живых, она смирилась. Но проблема говорит в другом. Она хочет быть уверена, что похоронила именно свою дочь. По поводу Арпентии и Снежаны найден только один фрагмент мягкой ткани. Не найдено ни зубов, ни черепа, ни костей, ничего. И у нас, родителей, очень много вопросов. Как у 12-летней девочки не найдено ничего? Значит, у маленькой 8-летней, 9-летней есть хоть что-то, а у нас нет ничего. И вот, пожалуйста, несоответствие в зубах. Мы хотим во всем разобраться. Если мы захоронили детей, то чтобы мы хоть знали, что мы идем на могилку к своим детям. Вы понимаете, это очень для родителей важно. Тем временем прокурор Одесской области Олег Жученко заверил родителей, что эксгумация обязательно будет проведена. Кроме того, эксперты повторно исследуют все видеозаписи с места трагедии. И продолжаем выпуск. На этой неделе Организация Объединенных Наций обнародовала тревожную статистику. Население Украины сокращается чудовищными темпами. Сейчас, по данным ООН, в нашей стране проживает 44 миллиона 220 тысяч украинцев. И в ближайшее полвека эта цифра уменьшится до 36 миллионов 400 тысяч человек. То есть на 18%. Хуже в мире только ситуация в Болгарии, Латвии и Молдове. Опасения не беспочвены. В прошлом году украинцев стало на 181 тысячу меньше. Отмечу, это не официальная статистика, а выводы, которые делают эксперты ООН, работая в Украине. Перепись населения страны не проводилась уже 17 лет. Правительству просто невыгодно публиковать неутешительные данные. Фактическое же население Украины может быть и того меньше. Многие граждане за последние 4 года либо эмигрировали из Украины, либо уехали на заработки. Рост цен, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, он говорит о том, что необходимо менять основные социальные стандарты в государстве. Это прожиточный минимум, это все выплаты, которые идут незащищенным слоям населения. И, естественно, выплата при рождении ребенка, если будет увеличена, это будет и стимулирование для того, чтобы семьи были многодетными, семьи были с детьми. И чтобы рождение ребенка не было катастрофой для любой семьи, для любого бюджета семьи. Экономический крах отбивает у молодежи любое желание рожать. Кто знает, что будет завтра. И понять молодых людей легко. С тех пор, как в столице победила революция гидности, украинцы обеднели в 4 раза. И только за последний год, в полтора, тенденция эта продолжается. Одним из радикальных шагов, который мог бы переломить ситуацию, могло бы стать элементарное решение правительства – увеличение пособия при рождении ребенка. Сейчас молодые семьи получают от государства 41 280 гривен. 10 320 сразу после выписки из роддома и затем по 860 гривен в месяц на протяжении следующих трех лет. Если у мамы есть кто-то рядом, папа или члены семьи, которые могут поддержать, то возможно это и достаточно. Но если мама одна, если она родила ребенка и воспитывает его одна, то, конечно, остаться на 860 гривен с маленьким ребенком, которого необходимо сегодня и накормить, и одеть, и очень большие траты мы понимаем, то, конечно, 860 гривен – это не та сумма, на которую можно сегодня обеспечить в месяц нормальное существование. 860 гривен, согласитесь, сумма смешная, но проблема в другом – она незаконна. В Украине все социальные выплаты привязаны к прожиточному минимуму, а он, в отличие от детского пособия, увеличивается ежегодно. С 2014 года этот показатель для детей до 6 лет вырос на 460 гривен. Почему же вслед за ним не меняется пособие при рождении ребенка? На сегодняшний день при назначении и выплате пособия при рождении ребенка по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, размер пособия не привязан к прожиточному минимуму. А в законе о государственном бюджете на 2018 год прожиточный минимум составляет для детей до 6 лет – это уже 1482 гривни. То есть, по идее, вот этот размер пособия должен был расти пропорционально с увеличением размера прожиточного минимума. Но этого не происходит. На эту вопиющую несправедливость обратил внимание народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он направил запрос на имя премьер-министра Владимира Гройсмана. В документе парламентарий отмечает плачевную демографическую ситуацию в стране, а также то, что молодые люди, принимая решение рожать ребенка, рискуют сводить концы с концами. Мы дошли до того, что уровень смертности превысил уровень рождаемости значительно. И мы в депутатском запросе как раз объяснили правительству, что это немедленно нужно сделать. Потому что мы доведем страну до того, что будет 15-20 миллионов. Государство должно прийти на помощь, особенно если в семье рождается второй и третий ребенок. Многодетным матерям, я думаю, что нужно значительно увеличить пособия. Нужно заботиться о таких семьях и нужно создавать условия для них. И главное, что это материально поддержать. Сергей Кивалов в своем депутатском запросе разъясняет. Прожиточный минимум для детей до 6 лет в Украине сегодня составляет 1492 гривны. Таким образом, размер пособия при рождении первого ребенка должен увеличиться минимум до 60 с половиной тысяч. То есть на 20 тысяч гривен. Соответственно, должна стать больше выплата при рождении второго и третьего ребенка. Причем, также пропорционально прожиточному минимуму. Молодые одесситы инициативу парламентария поддерживают. Много всего надо. А если ребенок заболеет, вообще, даже этой помощи, которую дают, практически хватает. Там буквально только может на Бамберсе на месяц и все. Я, конечно, на государство вообще не рассчитываю. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы оно повысило. А так, от государства ждать нечего. 860 – это на данный момент, по-моему, вообще ерунда. Кроме того, что игрушки, развлечения, развитие ребенка, всякие там развивающие центры – это тоже средства требует. Одежда, питание здоровое. Деньги, конечно, несоразмерно маленькие. Большую работу на этой неделе провели социологи из молодежной платформы «Будущее». Они опросили 800 молодых одесситов и в своем исследовании выяснили, что 87% опрошенных считают, что нынешнего пособия – 10 тысяч гривен сразу и по 860 в месяц на протяжении трех лет – совершенно не хватает. Причем родители, у которых сейчас есть на руках маленькие дети до трех лет, куда более недовольны. 90% из них возмущены размером нынешнего пособия. Те же 87% участников социологического исследования считают, что размер выплаты нужно повышать. И 95% родителей с детьми на руках к тому же убеждены, что нужно менять сам порядок начисления пособия. Причем подавляющее большинство участников этого опроса признаются, что были бы довольны, если бы сумма 41 тысячи увеличилась до 100 или даже до 200 тысяч гривен при рождении первого ребенка. Фактически это не кризис, это крах. И если сегодня будет проводиться такая политика в отношении поддержки молодых семей, поддержки прирождаемости, то этот кризис будет и дальше, и дальше ситуация будет усугубляться. Сегодня для того, чтобы купить ребенку коляску, купить ему, скажем так, все то, что ему необходимо для нормальной жизни, сегодня просто государство сегодня в этом плане не отвечает запросам общества. Оно не может должным образом обеспечить семьи. Сергей Кивалов правильно сделал, что подал этот запрос. Это также наша позиция. Мы с этим полностью согласны. В свою очередь, автор депутатского запроса на имя премьера парламентарий Сергей Кивалов предлагает правительству и формулу решения проблемы. В бюджете на этот год существенно завышены расходы на содержание органов власти и силового блока. Вряд ли раздутый бюрократический аппарат и руководство правоохранительных органов сопротивлялось бы тому, что часть денег была бы распределена в пользу молодого поколения, тех людей, от кого зависит будущее Украины. Но тем временем эпопея длиной в месяц завершается с 29 января. Занятия в одесских школах возобновляются. Так решили в пятницу в мэрии после отчета медиков об улучшении ситуации с распространением кори в Одессе. Сейчас среди забавлежших преобладают дети от 1 до 4 лет и взрослые, а показатель охвата школьников вакцинации благодаря массовой иммунизации уже превысил 95%. Так что предпосылок для дальнейшего продления школьных каникул нет. Таков вердикт представителей мэрии. При этом, как и прежде, дети, которые ни разу не привились от кори, ходить в школы и детские сады не смогут. Более 95% учеников детских школ и воспитанников детских садов уже вакцинированы. Кроме того, наблюдается тенденция к снижению количества заболевших в городе Одессе. И доктора констатируют стабилизацию эпидситуации. Таким образом, показаний и рекомендаций продлевать каникулы врачи нам не дают. Тем не менее, обращаем внимание всех родителей, что в школы и детские сады мы по решению комиссии ТЭП по-прежнему принимаем тех детей, у которых есть хотя бы одна прививка против кори. С понедельника таким образом в наших школах будет восстановлен учебно-воспитательный процесс. Рост заболеваемостью корью этой зимой, а также массированная информационная атака на тех, кто не привился, породила новую проблему – ажиотаж в поликлиниках и больницах. Желающие получить прививку толпятся в очередях, а вакцин на всех не хватает. Родители создали нагрузку, с которой врачи пока справиться не могут. При этом медики говорят, что дефицит прививок есть, но он не критичен. Чтобы закончить прививочную кампанию, надо еще порядка 12 тысяч доз. Мы за счет перераспределения по Украине периодически получаем. В ближайшее время мы еще ожидаем вакцины. Ничего страшного в том, что у нас день-два будет перерыв по поликлинике от того, что у нас есть перебои с получением вакцины. Сейчас в Одесской области в наличии порядка двух тысяч вакцин. Речь идет о бельгийском препарате «Приорикс», в безопасности которого врачи не сомневаются. Те, кому вакцинации отказали, должны предварительно записаться и стать в очередь в поликлиниках. Но пока школьники месяц не ходили на занятия, мэр Одессы месяц не появлялся в городе. На этой неделе выяснилось, что Геннадий Труханов находился в командировке в Греции, а затем оттуда сразу же полетел в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум. По слухам, чтобы там встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. В Греции мэр посетил первый в Европе парк экологического воспитания и утилизации мусора в Афинах. В прошлом году Одесская мэрия уже обсуждала с представителями Еврокомиссии возможность инвестирования в открытие аналогичного парка в Одессе. Диалог сейчас продолжается. Я хочу поблагодарить всех организаторов экологического парка. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого парка, Панемаркому парку, за то, что они придумали эту идею, для того, чтобы они придумали эту идею, потому что когда я был маленький такой, как вы, когда я был маленький такой, как вы, мне никто не было бы не учиться. И сегодня я вместе с вами буду учиться. Кроме того, в этом году исполняется 25 лет по братинским отношениям Одессы и Перея. В Греции Геннадий Труханов встретился с мэром крупнейшего города порта страны Янисом Моралесом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования и культуры. В марте делегация из Перея планирует прибыть в Одессу. Мэр Перу был уже в Одессе дважды. В Димаарху Зимаарского Пирея уже дважды исполнялось ОДессу. Очень приятно его оценку состояния нашего города. И отмечено многие слова, что я слышал о хорошем смысле для строительства, yo пара, и оборганизации праздниками. И ассория о организации, ассория о возможности и татареянке, и обеспеченности и татаре в моем городе. Мы абсолютно уверены, что у нас есть много точек соприкосновения и много тех вопросов, которые можно решать сообща. От нас люди ждут реальных поступков. От нас люди ждут результатов нашей работы. И наш успех зависит от того, насколько это почувствуют и увидят люди. И что будет с общественным транспортом Одессы в самое ближайшее время? Этот вопрос не дает покоя большинству горожан с тех пор, как подорожали маршрутки. Эксперты утверждают, город нужно освобождать от неудобных богданов и эталонов и параллельно необходимо развивать электротранспорт, внедрять электронный билет, заменять старые троллейбусы и трамваи и разрабатывать новые маршруты. В скором времени в Одессу прибудут более 40 новых троллейбусов и общественники бросились на перегонки. Кто предложит лучшую реформу общественного транспорта в городе? Сравнивало мнение Светлана Довжук. На этой неделе создатель таксибонд Одессит Петр Обухов опубликовал у себя в фейсбуке пост. Он рисовал новую карту троллейбусных и трамвайных маршрутов в городе, так как привычные автобусы считают ужасно неудобным видом транспорта. Публикация вызвала немалый интерес у одесситов. Я решила узнать, в чем преимущество созданной карты лично у автора. На самом деле я вообще считаю, что не должно быть маршруток и что люди должны ездить либо на электротранспорте, либо на больших автобусах. Поэтому я решил составить карту, на которой отметить все многоквартирные кварталы и все остановки общественного транспорта, трамваев и троллейбусов и увидеть, какие места обделены. Вот так это выглядит. Красные зоны – это те, в которых людям далеко идти пешком. Синие точки – это остановки. Петр показал нам самые проблематичные районы города, где электротранспорт вообще отсутствует, либо ходит по неудобному маршруту. Есть 14-й троллейбус, который ходит в аэропорт, но потом почему-то идет по дороге, где никто не живет. Я думаю, что в основном люди, которые летают на самолетах, они не ездят на троллейбусах. А троллейбус, который туда ходит, он ходит раз в час или может, ну, то есть он редко ходит и надеется на него, чтобы упасть в аэропорт неразумно. Ежедневно детский аэропорт выполняет около 30 рейсов. Кроме как на 14-м троллейбусе или 117-й маршрутке сюда не добраться и не уехать. В пульсе центральный аэропорт транспорт также не ходит. Единственный вариант – заказать такси или поехать на собственном авто. Сейчас я проверю, сколько раз в течение 40 минут здесь появляется троллейбус и маршрутка. Как и предполагалось, городской транспорт появляется в аэропорту нечасто. Приезжает он реже, чем 40 минут и полупустой. В салонах троллейбуса и маршрутки сидят только несколько пассажиров. На Черемушках явно не хватает маршрута на улице Ивана Юрия Липы. Мы видим вот эту улицу Ивана Юрия Лип, она красная, и улица Малиновского красная. Я нахожусь на улице Ивана Юрия Липы. Ни троллейбус и ни трамвай здесь не ходят. Единственный способ передвижения – это городская маршрутка. Сейчас мы узнаем у одесситов, нужен ли на этой улице электротранспорт. Я думаю, что, наверное, нет. А почему? Ну, потому что здесь так нормальная развязка. Ну, я думаю, что нет. Он же есть рядом совсем. Ну, это как спальный район. Я люблю, чтобы здесь была тишина, здесь живу уже столько лет. Поэтому я против. Мнения одесситов разошлись. Половина считает наоборот – электротранспорту быть. Вообще не мешало бы что-нибудь. Да, чтобы пустили еще один транспорт по этой улице. А по этой улице, кстати, вот за генерала Петрова до 25-й вообще ничего не едет. Ни маршрутка, ничего. Потому что здесь много. Всегда одна маршрутка только ездит. Утром нельзя залезть в нее вообще. Самая плачевная ситуация, по словам Петра, это поселок Котовского. Маршрутная развязка маленькая. Многим жителям района до ближайшей остановки приходится идти пешком более получаса. На поселке Котовского там просто просится построить еще одну ветку трамваев по Днепропетровской дороге. И я изучил, я посмотрел, там есть под это место, дорога очень широкая. И еще я бы пустил по оставшейся части поселка Котовского кольцевую линию троллейбуса. Я нахожусь на Днепропетровской дороге на поселке Котовского. Район многолюдный, жилых домов здесь много. Чисто теоретически пустить трамвайные пути здесь можно, так как дорога широкая. Ходят пока что здесь городские маршрутки. И люди нуждаются в том, чтобы пустить здесь электротранспорт. Карту маршрутов я решила показать директору Одесскорэлектротранса, чтобы узнать, возможно ли реализация проекта и какие минусы он видит в нашей карте. Дмитрий Жайман выход из ситуации видит иначе. На данном этапе развития транспорта в Одессе нужно не добавлять новые маршруты, а улучшать существующие. Сейчас мы получим 47 новых единиц, конечно, и мы начнем добавлять машины и сокращать интервал. Также самые дублирующие маршруты. В основном это дублирующие маршруты между автобусами и нашим подвижным составом. От них тоже надо уходить. Перспективным направлением мой собеседник считает электроавтобусы. Их в скором времени начнут массово закупать. Если говорить за новые маршруты, то новые маршруты оптимальны. То, что вот сейчас мы рассматриваем, это по электробусам, ну и частично по трамваям. Сложности в создании новых маршрутов видит и Александр Вельмошко, эксперт в области общественного транспорта. Он сторонник идеи обновления и улучшения уже существующих маршрутов. Это интересное, но спорное предложение, которое в чем-то он прав, в чем-то он накопил при этом огромный объем полезной информации. Но некоторые моменты оказались конкретно в его предложениях не совсем корректными. В случае с троллейбусами в Одессе в первую очередь стоит задача восстановить нормальное движение на тех маршрутах, которые есть. Несмотря на различия позиций, все эксперты сходятся во мнении. Маршрутки – пережиток прошлого. Впрочем, и неудивительно. Еще в конце 90-х, когда они начинали появляться на одесских дорогах, их называли временным явлением. Но нет ничего более постоянного. Светлана Довжук, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И к делам спортивным, которые внезапно обрастают политикой. В начале недели Одесская область получила нового руководителя Федерации футбола. Человека, который будет отвечать в регионе за развитие самого массового вида спорта и, разумеется, за результаты. Этим человеком на безальтернативной основе стал губернатор региона Максим Степанов. Вот только старый руководитель никуда не делся. Петр Чилиби, жив-здоров, находится в Одессе и по факту является президентом Федерации футбола Одесской области. Недоверие ему никто не выражал и от должности не отстранял. А значит, в области теперь существует целых две федерации. Но Киевом будет признана лишь одна. В назревающем конфликте в одесском футболе пытался разобраться Виталий Хемий. Развитие любительского футбола, регулярное проведение детских соревнований, и строительство площадок с искусственным газоном – это основные приоритеты работы областной федерации футбола, которую 22 января возглавил губернатор Одесской области Максим Степанов. Вы знаете, та программа, которую мы начали по реализации, установке этих мини-футбольных полей, и когда я увидел тот запрос, который существует, то есть там из 11 в прошлом году, а запрос реально был там в два раза больше, мы увеличили до 13, и я понимаю, что это тот вид спорта, который действительно такой мега-массовый. И действительно мы можем забрать тех же мальчишек с улицы, которые начнут заниматься спортом, которые будут такие, станут более целеустремленными, которые будут более здоровыми. Губернатор возглавил альтернативную федерацию футбола Одесской области, поскольку решение об отстранении действующего главы федерации Петра Чилиби на заседании принято не было. Ветераны одесского футбола созданием новой структуры не удивлены. К Чилиби, говорят, накопились вопросы. У нас федерация вообще выезжает в районы? Я бы такого не слышал, чтобы кто-то из федерации выезжал куда-то в район. Беляевский, Сарату, там куда-то какие-то, чтобы структуры были организованы и так далее. Но я думаю, что когда губернатор сейчас будет, это все будет под колпаком губернатора, я думаю, все это должно быть хорошо. И я его лично не знаю, но я ему благодарен за то, что он согласился на это. Когда федерация работает, наверное, этого бы не происходило. Если у федерации, скажем так, старой, было определенное время для того, чтобы развить футбол в Одессе, начиная с юношеского футбола, начиная с женского футбола, наверное, не происходило бы каких-то двух, трех организаций. Кандидатуру губернатора на пост председателя новосозданной федерации поддержали представители всех профессиональных клубов Одесской области. И, что самое важное, Федерация футбола Украины. Ее представитель, легендарный в прошлом нападающий сборной СССР Олег Протасов, также присутствовал на заседании. По словам Петра Чилибии, действующие одесские футболисты Протасов поддержали новую федерацию не по своей воле. Он мне позвонил вечером, где-то в полдесятого вечера. Он говорит, Петя, так и так, мне дали билет, я завтра должен лететь. Я против этого слова не скажу, что ты можешь сказать против меня. Что мне делать? По этике, мы с тобой друзья. Я говорю, как ты работник федерации, ты должен лететь. Он извинился, серьезно извинился, мы с ним на связи всегда, дружим. К сожалению, он тоже попал в жернова, это неприятная ситуация. Его берут, ну, это, знаешь, ножом в спину вставляют, когда приглашают друзей против кого-то или там, ну, это в каждой области своя история. Действующий президент Федерации футбола Одесской области предположил, что инициатива об отстранении старого руководства исходила от вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко, который не так давно фигурировал в деле о поддельном дипломе. Сама же Федерация футбола Одесской области стала объектом политических торгов в Киеве. Я к нему с большой симпатией отношусь, поэтому он сам, получается, попал, как бы, он не сильно хотел, хотя он бы, опять же, повторяюсь, он болеющий футбола. Он историю футбола знает, мы с ним общались. Нормальный, очень грамотный человек, поэтому ситуация неприятная, но это еще не все, можете мне поверить. По словам Чилиби, его структура продолжит свою работу по развитию любительского и ветеранского футбола, хотя без финансирования из центра, организовывать турниры и улучшать инфраструктуру будет проблематично. При этом с губернатором у Петра Чилиби никаких разногласий не было, и в ближайшее время президенты двух федераций могут провести встречу. Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». У меня на этом все, вам хорошего настроения, далее блоки международных и украинских новостей, оставайтесь с репортером, будете знать больше, увидимся в этой студии. Счастливо!